Холодная война и амбиции советских учёных породили целую серию невероятных проектов, призванных сделать СССР непобедимой державой. Космические корабли с ракетами, радио для контроля мыслей или сверхлюди с титановым скелетом – всё это реальные проекты, над которыми трудились сотни людей. Мы расскажем про самые секретные из них, а в конце покажем невероятный скафандр, в котором голова человека могла жить отдельно от тела. В прошлом столетии, в период сложной политической обстановки, когда вовсю развернулась борьба между СССР и США, космосу выделялась отдельная роль. В ответ на американский проект Х-20, предусматривающий создание уникального орбитального аппарата, обладающего функциями бомбардировщика, разведчика и перехватчика, Советский Союз принял решение разработать свою собственную авиационно-космическую систему. Задачу по её созданию поручили конструкторскому бюро номер 115, а его руководителем был назначен Глеб Лозина-Лозинский. Эта фантастическая разработка получила кодовое имя «Спираль». Инженеры бросили все силы на реализацию концепции боевого космического корабля. Лозинский предложил разделить проект на три основные части. Гиперзвуковой самолёт-разгонщик, ракетный ускоритель с двумя ступенями и самолёт способны выйти на орбиту. Новый разгонщик мог развивать невероятную скорость 7,5 тысяч километров в час и подниматься на высоту в 30 километров. Затем самолёт отсоединялся от разгонщика, достигая скорости 8 тысяч метров в секунду. После чего выходил на околоземную орбиту и выполнял разнообразные задачи, такие как разведывательные полёты, перехват целей в космосе, бомбардировки типа «Земля-космос» и другие военные миссии. Эта разработка обладала множеством преимуществ, включая способность быстро перемещаться в любую точку Земли и выполнять посадку в различных боевых условиях. Однако в 1970-х годах, когда первый образец был уже изготовлен, проект внезапно приостановили без объяснения причин. Андрей Гречко, занимавший в то время должность министра обороны СССР, решительно отменил исследования, утверждая, что в них нет необходимости. К сожалению, это перспективное космическое предприятие СССР было забыто и утрачено. Но, поверьте, это не самое технологичное и дикое, что Советский Союз пытался создать для противодействия США. В Штатах был учреждён специальный отдел, главой которого стал профессор Старцберг. Задача была одна – сбор и анализ информации про секретные эксперименты, которые проводит на своей территории Советский Союз. США боялись программы модификации людей и вероятного успеха в создании сверхсолдат, слухи про которых упорно ходили в послевоенное время. Американцу действительно удалось найти данные, которые подтверждали наличие такой программы в Советском Союзе. Её запустили ещё в 1930-х годах по указу партии. Американцы обнаружили результаты и данные разведки, на которые ссылались нацисты, ведя активную шпионскую деятельность на территории СССР. Более 300 солдат участвовали в этой программе, но результаты не удовлетворили партию. Военным устанавливали титановые протезы вместо костей и суставов. Правда, материал плохо приживался, и многие не могли переносить боль после операции, что приводило к их гибели или получению инвалидности. Несмотря на негативные результаты, исследователи решили покопаться и в мозгах солдат, чтобы блокировать участки, отвечающие за восприятие боли. В голову внедрялись золотые иглы, что делало солдат невосприимчивыми к ранениям и увеличивало успешность операций по вживлению титановых костей. Однако эти манипуляции также вызывали психические расстройства. Информация, представленная профессором Старсбергом, может вызвать сомнения. Однако в 1994 году врач Сергей Коноваленко из Витебска случайно обнаружил странный скелет с металлическим протезом, который заменял кости человека. Скелет был найден при размыве рекой Старых Могил, и на протезе была гравировка Харьков 1934, АСЧ 760-978С. Что в итоге стала проектом – загадка. На текущий момент все данные засекречены, но далее мы расскажем и про другие попытки создать настоящего биоробота. С идеей управления мыслями на расстоянии человечество никогда не расставалось. Советские ученые также были заинтересованы в этой теме. И в 1923 году инженером по фамилии Кожинский был разработан проект под названием «Мозговое радио». Этот проект предполагал передачу импульсов в виде сигналов на большие расстояния. Кожинский верил, что люди могут действовать как живые радиостанции, способные как передавать, так и принимать электромагнитные волны при условии их одинаковой настройки. Это открытие стало сенсацией, и Кожинский стал достаточно известным ученым, часто выступая с лекциями в исследовательских институтах и лабораториях по всему миру. В 1924 году в Москве было проведено испытание мозговой технологии, которое воздействовало на организм на расстоянии с помощью волн низкой частоты, излучаемых новым радио. Опыты проводились на собаках, которых обучали выполнять команду «Выбери нужный предмет». Собаки успешно справлялись с задачей, но после испытаний теряли способность к обычной дрессировке. О судьбе мозгового радио после этого момента известно мало. Лишь что испытания были прекращены. Кожинский верил в потенциал своего изобретения и оставил после себя книгу, в которой описал основные идеи и призвал к дальнейшим исследованиям. Но вряд ли технологию, которая доказала свою работоспособность, забросили. Скорее, разработка велась и дальше, но без огласки в обществе. После Великой Отечественной войны СССР получил доступ к немецким проектам подземных танков под названием «Субтерина» и «Змея Мидгарда». Эти конструкции были амфибиями, способными перемещаться в разных средах – по суше, под землёй и даже под водой. Детальные чертежи были исследованы группой под руководством профессора Бабата и Покровского, и они пришли к выводу, что механика проектов отлично подходит для военных операций. Считалось, что они могут достигать стратегически важных объектов и взрывать их из-под земли. Делая такие события похожими на землетрясения, правительство выделило средства и людей для создания собственного советского подземного танка, который получил прозвище «Боевой Крот». Был разработан экземпляр с реактором, способный развивать скорость до 7 км в час, двигаясь под землёй. Первая проверка успешно в Уральских горах, где Крот прошёл 15 км и уничтожил все цели. Однако второй эксперимент закончился трагически – со взрывом танка и гибелью всей инженерной команды. В результате этой неудачи проект был закрыт. Во времена Брежнева он был исключён из перспективных разработок, и идея подземного боевого танка была забыта навсегда. Создание атомных подводных лодок стало критическим аспектом во времена Холодной войны, где СССР и США внедряли нестандартные методы для обнаружения и уничтожения таких плавсредств. Обе стороны разрабатывали сложные системы противодействия субмаринам. В связи с этим был сконструирован специальный противолодочный самолёт ACV, оснащённый торпедами и гидроакустической системой для обнаружения цели. Однако одним из самых необычных проектов было создание воздушного судна VVA-14, которое объединяло функции гидросамолёта, экранолёта, бомбардировщика и торпедоносца. VVA-14 обладал способностью к вертикальному взлёту благодаря 12 турбоактивным двигателям. Он использовал экранный эффект при операциях над водой и мог преобразовываться в самолёт на большой высоте. Первый полёт VVA-14 состоялся в 1974 году. Но, несмотря на успешные испытания, проект был приостановлен из-за сложности конструкции. Практически все прототипы были быстро утилизированы. И единственный сохранившийся экземпляр хранится в Центральном музее ВВС в Монино. К сожалению, у него отсутствуют крылья и двигатели ввиду секретности разработки. А другая секретная разработка была хоть и не такой технологичной, зато великолепно показала себя в реальных боевых условиях. В истории Второй мировой войны существует множество уникальных эпизодов, которые говорят о невероятном мужестве, изобретательности и жертвенности советских граждан. Один из таких эпизодов рассказывает о секретном оружии Красной Армии – использовании голубей для боевых целей. Помимо рутинных задач, быстрой доставки срочных сообщений, эти отважные пернатые создания также выполняли боевые миссии, несли смертоносные зажигательные снаряды в тыл врага. Голуби, сегодня ассоциирующиеся с символом мира, а во время Второй мировой войны превратились в полноценный кошмар для немецких лётчиков и топливозаправщиков. Кара с неба настигала их внезапно и беспощадно, как современные беспилотники. На учебной базе служебного собаководства, также известной как питомник «Красная звезда», разрабатывали и тренировали настоящих голубей-подрывников. Способы применения этих пернатых диверсантов были строго секретными, и даже сегодня остаётся лишь немного специалистов, знакомых с этой удивительной практикой. Уникальный документ, хранящийся в Музее военного голубеводства в учебном центре, описывает кассету для авиатранспортировки голубей, несущих смертельные снаряды. Принцип действия этой системы был прост и надёжен. На голубя крепился зажигательный снаряд с механизмом нажимного действия. Птиц дрессировали для посадки на авиабомбы, которые были подвешены крыльям боевых самолётов, а также к топливным ёмкостям, как стационарным, так и передвижным базам. При помощи специального механизма голубей выпускали из кассеты, закреплённой на самолёте, где помещалось 24 птицы. Когда голубь приземлялся на цель, снаряд автоматически отстёгивался, и при срабатывании механизма нажимного действия совершался взрыв. После этого голубь возвращался на базу, если его не задевало взрывной волной. Но летать заставляли не только птиц, но и настоящие танки, и следующий проект казался невероятно абициозным для того времени. В 1941 году Олегу Антонову, главному инженеру планёрного управления Народного комитета авиапромышленности, поступило задание от командования. Разработать концепцию бронетехники, способные летать. Цель заключалась в создании танка, который смог бы летать и десантироваться. Решено было взять бронемашину Т-60 и добавить к нему крылья, взятые с обычного кукурузника. Идея состояла в том, что танк мог буксироваться в воздухе к необходимому месту, а затем спланировать к месту посадки. После приземления машина сбрасывает крылья и переходит непосредственно к боевым действиям. Однако этот эксперимент провалился. Бомбардировщик ТБ-3, использованный для транспортировки, оказался неспособным перевозить бронированный танк, даже после удаления его башни и слива топлива. Двигатели просто перегревались. Хотя броневик смог приземлиться, проект был признан неудачным. Эксперты полагают, что для буксировки следовало выбрать более мощный самолёт, благо у советов был выбор. Однако в то время такие машины использовались для решения других военных задач. Многие не знают, что в СССР планировали создать свой собственный адронный коллайдер. В 1983 году строительство исследовательского института Протон в городе Протвино было в полном разгаре. В то время начали создавать кольцо общей протяженностью более 21 километра. Этот адронный коллайдер задумывался, как один из самых мощных ускорителей в мире, который давал бы учёным возможность исследовать элементарные частицы на абсолютно новом уровне. В течение нескольких лет стройка двигалась медленными темпами, и в это время было проложено всего полтора километра тоннелей. Однако в 1987 году правительство приняло решение о решительном ускорении работ. В 1988 году, впервые с 1935 года, Советский Союз закупил за рубежом два современных тоннеля проходческих комплекса от компании «Лават». Эти комплексы должны были существенно ускорить возведение проекта. Однако перестройка и финансовые ограничения сорвали дальнейшее строительство проекта. Он так и оставался стоять памятником инженерного наследия, пока завезённое оборудование не разорвали, а площади не заняли складскими помещениями. В рамках программы Омега, начавшейся с поставкой компонентов комплекса ПВО Омега-2, был разработан полноценный лазерный локатор, использующий рубиновые лазеры, а также имитатор мощного излучения на основе лазеров на стекле с неодимом. Главой проекта стал Е.М. Сухарев, который и проводил стартовые испытания с лазерной локацией аэродинамических объектов. Система создавала изображение цели, выявляла её уязвимые точки и давала оценку точности наведения имитатора мощного излучения. Заключительным этапом было исследование воздействия атмосферных условий на распространение лазерных лучей. Однако после проведённых исследований стало ясно, что поставленные задачи не могут быть полностью выполнены, и проект был приостановлен. После этого начался этап создания нового экспериментального комплекса 73Т6 Омега-2М, в котором генератором мощного лазерного излучения стал быстропоточный углекислотный лазер. Локатор был разработан на базе телевизионной системы ТОВ Карат-2. Старшим проекта назначили инженера Захарьева, а Коняев занял должность его заместителя, а заодно отвечал практически за проведение всех работ и испытаний. 22 сентября 1982 года во время испытаний впервые была поражена лазерным излучением радиоуправляемая мишень РУМ-2. Последующие испытания подтвердили этот результат, и это было продемонстрировано высшему руководству ПВО и Министерству радиопромышленности СССР. На основе результатов испытаний было решено создать мобильный вариант лазерного комплекса 74Т6, который был разработан, изготовлен и протестирован. Этот комплекс имел возможность поражать цели типа РУМ-2Б, однако ни одна из созданных установок не смогла превзойти существующие ЗРК с точки зрения технических характеристик. Проект Омега был чрезвычайно амбициозным, и информация о нём была засекречена, несмотря на успешные испытания лазерного локатора. Мы уже говорили, что в СССР проводились эксперименты по созданию суперсолдат, но последним известным этапом стал проект по разработке полноценного биоробота. Успехи в трансплантологии вдохновили учёных применить новые знания в военной сфере. Идея создания биоробота возникла в частности благодаря успешным экспериментам инженера Владимира Демихина, который занимался робототехникой и сращиванием органических тканей с неорганическими. Для этой цели было разработано специальное устройство под названием АСЖЛ, что значило аппарат сохранения жизни Лебедева. После небольших модификаций это устройство должно было обеспечить функционирование головы живого существа без тела. Внешне это устройство представляло собой специальный скафандр, который мог вмещать отрезанную голову живого существа и давать ей возможность выполнять функции пилота, подчиняясь простым командам. Существуют доказательства в виде фотографий, подтверждающих создание подобного скафандра. Окончательные результаты этих экспериментов остаются неизвестными. Однако проект был закрыт через несколько лет после начала исследований в этой области. По всей видимости, не было достигнуто положительных результатов, и потому такое интересное оружие не было внедрено в армию Советского Союза. В СССР было много фантастических проектов. Только представьте, про какое количество из них мы никогда и ничего не услышим. Ведь действительно, удачные разработки будут засекречены на многие года вперёд. Если даже реализация подкачала в те времена, то всегда можно сберечь идею на будущее. А на этом у нас всё. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.